Хвала Тебя, наш Господь! Слава Тебе! Господь говорит, стань спяще! Воскресни из мёртвых, а святить Тебя, Христос! Доколе будете лежать ленивые, доколе дело Господне будет в пренебрежении, будь милостив к нам, Владыка! Коснись сердца тех людей, кто ещё не знает Тебя, не знает любви Твоей божественной и дивной. Сатана раздела людей догола, как будто они безгрешные в раю находятся. Содом и Гоморру устроили здесь, но придёт Господь и поразит всякое надменное лицо. И участь грешников, прелюбодеев будет в озере огненном вместе с Сатаною. А помните, грешники, восстаньте, уверуйте в Господа Христа, начните жить в Его свете по Его заповедям. В этом смысл жизни, в милосердии и любви к ближним. Господи, коснись сердца правителей, наведи страх Твоей на них, и через них сотвори благое от церкви Твоей, сохрани их от покушения на них. Благослови их, Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идёт. Господи, научи нас ценить это мирное время, ибо грядут великие и страшные испытания на землю, когда третья часть человечества сгорит в пламенеющем гневе Твоём. Аллилуйя! Мы хвалим и прославляем Твоё всемогущество. Ты дивно велик, Ты устрашаешь людей. Имя Тебе страшный и дивный, Господь и Бог наш. Аллилуйя! На имя Твоё уповаем и призываем всех к покаянию. Ты послав нас сюда, в этот Содом и Гоморру, где одно прелюбодеяние, блуд, сквернословие, насмешки. Пробуди этот бедный народ, не знающий Тебя, а что по природе знают, как бессловесное животное, тем расцлевают с Тебя. Боже, помилуй, пощади, снизойди к немощам нашим. Сын Твой Иисус Христос умер за наши грехи, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Аллилуйя! Псалом 122. К Тебе возложу очи мои, живущие на небесах. Вот, как очи рабов обращены на руку господ их, как очи рабы на руку госпожи ее, так очи наших Господу, Богу нашему, доколе Он помилует нас. Помилуй нас, Господи, и помилуй нас, ибо довольно мы насыщены презрением, довольно насыщена душа наша поношением от надменных и уничижением от гордых. Аллилуйя! Будь милостей, Господи! Пощади сей народ! Избери добрых благовестников, и пошли их на проповедь по всему миру, да познают люди волю Твою святую. Хвала Тебе, наш Господь! Слава Тебе, милосердный! Из этих тысяч людей, которые собрались здесь, как в Содом и Гоморру, избери хотя бы десять, и открой им истину Твою, что Ты, Господь, Спаситель, умер за наши грехи на Голгофском кресте и распростерты объятия Твои. Ты жаждешь, чтобы никто не погиб, но все пришли в познание истины. Сатана раздела людей на посмеяние, на прелюбодеяние. Устраши их, Господи, да познают Тебя, дабы не быть брошенным в озеро огненное вместе с Сатаною, где будет плащ и скрежет зубов. Люди, не зная Тебя, во все тяжкое пустились. Это сквернословие, табакокурение, наркомания, прелюбодеяние, сребролюбие. Жалься над народом, Господи! Пошли к ним в добрых благовестниках! Пошли к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам, буддистам, дабы все познали Тебя, Христа, Бога истинного! Аллилуйя! Боже, будь милостив ко мне грешному, создавший меня Господи, помилуй меня! Бесчиславя согрешил Господи, прости меня грешного, и помилуй! И пощади творение Твое, не знающее Тебя, буйствующее против света! Ибо всякий делающий правду идет к свету, дабы явно были дела Его, а делающий злое не идет к свету. Он прячется, дабы сокрыты были дела Его. Ты есть свет истинный, Тебе слава! Хвала Тебе, милосердный! Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Аллилуйя! Слава Тебе за это новое утро, за этот день, который никогда еще не был во Вселенной. Аллилуйя! Хвала Тебя, наш Господь! Слава Тебе, милосердный Создатель! Благодарим Тебя, Господи, за великие и дивные дела Твои. Аллилуйя! Помилуй, Господи, и пощади наследие Твое! Напрасно прячется человек. Напрасно люди ищут земного удовольствия, прелюбодейства. Содом и Гоморру устроили в этой жизни. И как те города были испепелены огнем, божественным сошедшим с неба, так и эта земля. И эти садомиты будут сожжены, брошены в озеро Огненное вместе с Сатаною, где будет плащ и скрежет зубов во веки веков. Итак, встань спяще, воскресни из мертвых и освятить Тебя, Христос! Аллилуйя! Хвала Тебя, наш Спаситель! Честь Тебе поклонения, слава и благодарения за свет все Твои щедроты! Аллилуйя! Боже, будь милостив ко мне грешным! Создавший меня Господь, помилуй меня! Вячеславе согрешил Господи! Прости меня грешного и помилуй! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Хвала Тебе, милосердный, за дивные Твои милости! Хвала Тебе, Господь! Какой Ты страх наводишь от крестного знамения! Все рушится и падает, и доли секунды не может смотреть сатана! Ты Бог, и иного нет! Слава Тебе! Господи, Ты позволил нам сойти в этот преисподний дом, где Содом и Гаморра, где люди погибают, чтобы им воздействовать о любви Твоей! Что Ты, Господи, умер за грехи людей и ожидаешь покаяния и веры! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Хвала Тебе, честь и поклонение! Слава и благодарение! Сатана лишает своих приверженцев даже чистого воздуха, заставляет глотать то, что смертельно опасно для него! Вразуми их, Господи! Ибо тело человеческое есть храм Твой! А сатана – квартирант! Он все разрушает! Убив одного, заходит другого! А Ты, Творец, Ты бережешь своих! Чтобы и люди жили в чистоте и святости! Хвала Тебе! Ты позволил нам здесь увидеть Содом и Гаморру прелюбодеяние и злодейство! И люди не знают, что они вечно будут мучиться в огне огненном вместе с сатаною! Коснись их сердец! Дай им страх Твой, Святой! Выведи их в свет и откроем истину! Ты стоишь у двери каждого сердца и стучишь, чтобы человек открыл! И Ты вошел! И вечерял с ним! Аллилуйя! Боже всемогущий! Хвала Тебе! Кроме Тебя нет иного Бога, столь любящего творения Своё! Аллилуйя! Прости, Господи, и помилуй нас, что не так сделали, помыслили! Ибо Ты благо человека любишь! Аллилуйя! Господи Божий наш! Велищет душа моя Господа, сказала Дева Мария! Хвала Тебе за этот день благовещения, за рождение Твое, за жизнь, за страдания на Голгофском кресте, за Твою тридневную смерть и воскресение из мертвых и за обещание прийти снова за церковью, невестой Твоею! Аллилуйя! Слово Твое, Святая Библия, открывает нам тайны будущего, что грядет великое испытание, когда третий час человечества сгорит в огне, а после откроешься в смерть, антихрист, и будет царствовать над всем миром 42 месяца, 3,5 года. И людям нельзя будет ни продать, и ни купить, кроме тех, кто примет начертание 666 на правую руку или налог на чело. Что скрывается, всю истину никто не может познать до времени его пришествия. Укрепи народ Твой, дай силу, дабы никто не принял это дьявольское начертание. Аллилуйя! Коснись сердей начальствующих царей, правителей, а обрати их на путь покаяния. Дай им страх Твой, Святой, ибо начало мудрости страх Господень, и разум верных, а соблюдающих заповеди Его. Боже, хвала Тебе, слава Тебе, благодарение Тебе. Салом 123 Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль, Если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас. Воды потопили бы нас, поток прошел бы над душой нашою. Прошли бы над душой нашою воды бурные. Благословен Господь, Который не дал нас добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, хвала Тебе, честь и поклонение. Слава и благодарение за все Твои милости и щедроты, за тишину, которую Ты даешь в сердце человека. Только Ты даешь истинный смысл жизни, в служении Тебе, в прославлении Твоего дивного имени и дел Твоих. Ты сотворил человека, небо и землю, и все даровал под нож и ног Его, дабы Он вел себя как хозяин, а не как уничтожитель и разрушитель. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, Господи, честь и поклонение, слава и благодарение, Аллилуйя! Спаси нас, Господи, и помилуй! Кроме Тебя, Боже, нет никого. Аллилуйя! Господи, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, милосердный Создатель! Кроме Тебя, Господи, нет иного, дарующему жизнь и спасение. Мы на Тебя, Господи, уповаем, к Тебе прибегаем, Аллилуйя! Будь милостив наследию Твоему! Хвала Тебе, наш Господь Христос! Ты судья, и Ты призываешь людей к миру. Блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное! Блажены плащущие, ибо они утешатся! Блажены кроткие, ибо они наследуют землю! Блажены миротворцы, ибо они сынами Божьими нарекутся! Блажены, когда вас будут гнать и злословить неправедно за имя Мое! Радуйтесь и веселитесь, ибо велика Ваша награда! Аллилуйя! Ты утешаешь скорбящие души! Ты оставил нам Слово Твое, и Слово Твое предупреждает, что верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем! И мы, Господи, по Твоему повелению, пришли в это место тьмы и греха, прелюбодеяния и злодейства, в этот Содом и Гоморру, чтобы людям возвестить о спасении, даруемому живущему чисто. Слава Тебе! И Ты находишь новые души, которые принимают благую весть о Тебе, о спасении, дарованном Тобой с креста Голгофы. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Аллилуйя! Псалом 125. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, язык наш пения. Тогда между народами говорили, Великое сотворил Господь над ними, Великое сотворил Господь над нами, мы радовались. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень, сеявшие со слезами, будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена, возвратиться с радостью, неся снопы свои. Аллилуйя! Хвала Тебя, наш Господь! Слава Тебе! Честь и поклонение! Отец, Сын и Святой Дух! Аминь! Господи, воздвись в Святую Православную Церковь, как город на вершине горы! Пошли добрых, нестреблюбивых пастырей, священников! И всем даруй духовное рождение свыше! И чтобы мы заботились о том, о чем говорил нам Серапим Саровский, о стяжании Духа Святого, о водительстве Духом Святым. Тебе, Боже, слава! Аллилуйя! Аминь! У вас, может, вопрос какой есть? Есть! Нет, да? Ну, хорошо! У нас большие ресурсы, можете, вот если желаете, посмотреть. Во сети Библии. Это YouTube. У нас 14 тысяч роликов здесь. Сайт и форум, если добавить эти слова. А вот это, внизу, мои фамилии и имя для Skype. Называется так, во сети Библии. Игнатий Лапкин, давайте слова добавишь, и откроется YouTube. Мы с мной строим православную деревню, где никто не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Вот если напишите слово во сети Библии и добавите слово сайт, откроется сайт. А если к верхним словам форум добавите, у нас сайт равных ему нету в мировой сети. Настолько. Я сейчас ответил на один вопрос. Вот если подразумевался, что я сам себе Бог. Бог, конечно, временный, как Иуда Бенгур. В том плане, что я не верую. В том плане, что, как объяснить это правильно. Я хочу спросить, а вы смотрели фильм «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова? Когда с вами... Я читал и смотрел, как бы не вижу. Вот с Валандом, когда там Берлёс говорит, и говорит, ну, конечно, мы смертные. Он говорит, это еще полбеды смертные. Мы внезапно смертные. Внезапно смертные. И он тогда рассказывает, что будет. Вот его глаза на выпучку сразу. И что он поедет куда, и в этот день ему голову отрежут. А он говорит... Во что вы веруете? Во что вы веруете? Что вы пропагандируете? Нет, я просто говорю. Ну, мы же русские... Богу-то насколько близки. Ну, Бог знает, как близки. Я не говорю, Берлёса что-то мне рассказывает. Нет, ну, если не нравится, не будем говорить. Я подумал, что слова, которые там говорят... Ну, ладно, ладно. Там говорится, к смерти надо подготовиться. К смерти подготовиться надо. Мысль-то хорошая, подана-то. Булгаков-то талантливый писатель. Он об этом и сказал. Что-то все под кого-то, под чего-то вы. А свое-то мнение... Да, да. Но он рассуждает... Что-то мнение каково. Волан-то это дьявол сидит, дьявол говорит-то. Что ты сказал-то? Где Волан-то вообще? Он произведений всего-то. Ну, правильно. Басилашвили-то его показал. Что? Что из жизни ты мне расскажешь? Вам почему-то... Я гляжу, что вам не понравилось-то? Я расскажу больше. У вас дома Библия-то есть? Мы в интернете сидим, мы на ТО общаемся. Я не хочу сейчас общаться на вы раз. У вас Библия есть дома? Какая? Ветхий и Новый Завет. Ветхий и Новый, да. С синодального перевода. В чем разница между Ветхи и Новым Заветом? Ну, Ветхий подготавливал ко Христу, а в Новом пришел Христос. Ветхий Завет это тень будущих благ. Тень падает вот как, так и это. Павел говорит. В этом и разница. Там подготовка была. Там ягненок, а тут сам Агнец Божий пришел. Там ковщик был, а тут Богородица указывала на нее. А то истолково она уже. Ну ладно, до свидания, с Богом. Я верю, верю. Я обязательно зайду. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok